И снова всем велкам, это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про обучение в школе японского языка. Подробно, потому что многие спрашивали о том, как это изучать японский язык в Японии, что там дают в этой программе и какие особенности изучения. Сегодня хороший денек, я решил записать видос в небольшом таком парке, приехал на байке. Итак, с чего начинает? Конкретно я объясню на своем примере, как я начинал изучение японского языка. То есть изначально дома в России я начал изучение с азбуки языковых, это хирогана катакана и простенькие канджи от 1 до 10. Соответственно, чтобы вам лучше запоминалось, я бы рекомендовал сделать небольшую тетрадочку и выписывать каждую букву по несколько раз, пытаться ее написать все лучше и лучше. У меня такая тетрадь на 96 листов, и каждый лист я исписывал одной буквой. То есть вот хироган, например, там буква А, там вот и всю страницу, то есть ты списываешь. Потом следующий там, там О, там, например, там или И или У. То есть, ну, неважно. В общем, и так каждый, каждый вот слог, соответственно, на целую страницу. И так же канджи, то есть там от 1 до 10. Они простые сначала, потом более сложные, соответственно, там уже будете сами смотреть, сколько вам достаточно написать, чтобы вы запомнили это. После этого, то есть, как бы, я никаких грамматик, ничего, никаких книжек не изучал. То есть, многие, вот, например, начинают там из дома изучать. То есть, как бы, зависит от человека. Если у вас есть предрасположенность к языкам, и вы легко запоминаете, вы можете начать изучать из России. Что бы я порекомендовал для начинающих, тех, кто вот хочет стартовать и начать изучение именно вот с нуля. Есть такие книги, как Мина Нанихонга. Я думаю, многие знают эти книги. Такая более известная серия. Есть еще Манабу, Мина Нанихонга. В целом, это хорошая книга. Там достаточно все правильно объясняется. То есть, мы, когда, я, когда я приехал в языковую школу, то есть, меня сразу спросили, вы изучали язык или нет. Соответственно, ну, я немного изучал тазбук, хироган и катакан. Соответственно, мне дали тест. В этом тесте, там, начиная от азбуки, простенький вопрос, и заканчивать, там, какие-то грамматикой такой. Ну, я там немного грамматику тоже изучал, и грамматику в том числе тоже поотмечал. Какие-то правильно, какие-то неправильно. То есть, ну, неважно. То есть, определяет в какую-то группу, там, начальную группу или, там, неначальную. У меня получилось как? Я должен был приехать в начальную группу, но из-за того, что меня там что-то с этими, с оформлением, в общем, протупили эти фирмы, которые занимались оформлением визы, я опоздал на целый месяц практически. И за счет этого, как бы, уже занятия сшли целый месяц. Я немного, как бы, в программе, то есть, пришлось мне самому догонять эту программу, в общем, самому дома, там, после уроков, предыдущие, там, семь, что ли, уроков. Вот, я пропустил. То есть, по какому принципу идут занятия? Значит, занятие делится на несколько типов. Это первое занятие, например, это грамматика. В грамматике также объясняются какие-либо слова. К примеру, вот, за сегодняшний урок, там, вы изучаете, там, пять-десять слов новых, и с этими словами вы строите какую-то грамматику, там, простую грамматику, либо сложную грамматику, там, в зависимости от уровня. После этого, значит, когда вы изучили, также идут занятия по канджи. Занятия по канджи – это такие, ну, то есть, иероглифы, вот эти, как бы, китайские иероглифы, которые японцы заимствовали для того, чтобы также свои слова, в своих словах использовать. У канджи есть два чтения, то есть, это верхнее чтение и нижнее чтение, как они называются, это онйоми и куньоми. Ну, я думаю, более подробно вам объяснят в языковой школе. Но смысл в том, что данный канджи, то есть, урок по изучению канджи, он проходит тоже в два этапа, то есть, в первом этапе вы изучаете написание этого канджи, значит, вторым этапом вы изучаете, как оно правильно читается, и, соответственно, где его можно применить. канджи может использоваться как отдельно от слов, когда он стоит отдельно, он имеет смысл один. Либо же, если канджи используется где-то в слове, например, там слово состоит из нескольких этих канджи, или же канджи плюс там хирогана, катакани, они канджи не используются. И у них там есть несколько переводов, там, соответственно, несколько чтений есть, которое чтение, это вот как раз и зависит от того, с чем он вместе стоит. Например, если он с таким канджи стоит, то такое чтение, с таким канджи стоит, то такое чтение. Или же, если он стоит отдельно, то там совершенно другое чтение, это уже является целым словом, этот канджи. Дальше есть еще уроки по, непосредственно по словам, по то, что вы изучили, и по написанию. По написанию, то есть это типа как сочинение, или же изложение, как я провел свое лето, или еще что-нибудь такое. То есть много очень уделяется, вот именно творческой работе конкретно, чтобы написать свое сочинение, там, или изложение по предыдущей теме, или же там по вашей теме, когда вы там, как ваше хобби, там, например, или там как вы приехали в Японию, что-нибудь такое. После того, как вы там уже умеете читать, писать, есть еще один вид занятия, это аудиозанятие. То есть это когда вам включают какую-то аудиозапись, вы ее прослушиваете, и должны ответить на вопрос, например, если это был вопрос, или же если вы там слушаете какой-то диалог, то понять в диалоге, что кто что сказал, кто какие там, то есть имеет, скажем так, вопросы или ответы, ну или в принципе в целом своими словами изложить то, что было сказано в этом уроке. Тут основные где-то четыре типа, значит, уроков, как я уже говорил, это, значит, слова и грамматика, следующее это канджи, далее это, значит, написание, ну типа как диктант или изложение, и, значит, аудиозанятие. Ну помимо этого проводятся также занятия по, там, каллиграфии, это вот отдельно уже там, по подготовке на всякие, там, экзамены, когда вы проучились какое-то время, вам могут предложить на сдачу на реку Шикен. Я думаю, многие знают, что это такое, это сдача экзамена на сертификат японского языка, там идет градация от N1 до N5, то есть N5 это самый начальный уровень, N1 это самый высший уровень. Сразу вам скажу, что данные сертификаты практически нигде не спрашиваются при устройстве на работе, ну если вы устраиваетесь уже по профессии, если вы устраиваетесь там на байта, где требуется знание и разговорного языка, и также вот практики, именно вот грамматику нужно читать, там, канджи знать, еще что-то, то могут спросить, особенно, ну, например, это где-нибудь в доставке, там, вот разноска этих писем, там, или газет, там, то, что нужно читать адреса, нужно это правильно находить, это тоже без знания языка, то есть без знания какого-то определенного уровня языка, вам просто не дадут такую работу, даже подработку. Соответственно, вот на подработке могут спросить, на основной работ, когда вы устраиваетесь уже по профессии, там не спрашивают, ну там могут спросить, вы у вас как, вот с японским языком, то есть и уже в процессе общения с вами, на собеседовании, на собеседовании в процессе общения, они поймут, знаете ли вы японский или не знаете, как написано ваше резюме, там, как там у вас с дикцией, как у вас с грамматикой в вашем резюме, ну и так далее. Что касается изучения, вот вы, допустим, отучились там полгода, у вас там появились какие-то там новые занятия, ну, к примеру, там, как я уже говорил, каллиграфия там, или же там занятия по подготовке к сдаче вот этого дно реку Щекен. Также есть школы, в которых готовят к сдаче рюгак Щекен. Рюгак Щекен – это такой экзамен, который нужен для поступления в университет или же там в Сэмонгаку, в зависимости от того, куда вы хотите поступать. То есть данный экзамен имеет больную систему. Соответственно, в зависимости от того, сколько баллов вы набрали, то есть вас возьмут или не возьмут в это учебное заведение. Каждое учебное заведение имеет свой проходной балл по определенным предметам. Опять же, я сразу скажу, предметы – это не японский язык. То есть, ну хотя, смотря, куда вы поступаетесь, вот там на гуманитаре, куда-нибудь там на, скажем так, на ту профессию, где требуется знание хорошего японского языка, ну там, педагог там или еще кто-то, то с вас могут, вам могут там как бы дать этот экзамен на японском, ну на японский язык. Во всех остальных случаях вы сдаете экзамен по той специальности и по тем предметам, на которые вы поступаете. Ну, соответственно, если вы там поступаете на, например, программисты, там, я не знаю, соответственно, к вам, у вас там спрашивают, значит, сдачу экзамена там, значит, на японском языке, естественно, там по физике, к примеру, там по математике и там по другим предметам, которые требуются уже вот у них там. Соответственно, все экзамены будут на японском языке, вы будете сдавать эти экзамены там, в университете, уже при поступлении, уже непосредственно в ВУЗ. И если вы проходите по данному, скажем так, экзамен, по данному баллу, то есть вас берут на учебу, также есть баллы по Ригакшикен, если вы имеете высокий балл, есть все шансы поступить на бюджетное обучение. Бюджетное обучение в Японии достаточно редкое, и не все университеты дают такую возможность. Но я знаю нескольких людей, кто поступил в целом на бюджетное обучение в японский университет, но это было очень сложно, и там очень высокие баллы нужно набрать по Ригакшикен. Что касается Ригакшикен, я думаю, всем понятно. Далее, что касается дальнейшего изучения японского языка в языковой школе, в процессе, когда вы изучаете японский язык, вам также могут предложить походить на дополнительные какие-то занятия. Дополнительные занятия, например, для устройства на работу, например, для байта или же для определенной какой-то профессии, если вы там уже планируете сразу после обучения в языковой школе устроиться на работу в фирму японскую. Значит, насчет подготовки к работе. Есть конкретно школы, которые занимаются непосредственно также подготовкой к трудоустройству. Они проводят дополнительные занятия. Там специальный курс, рассчитанный на изучение такого языка, как кейго. Кейго – это более уважительная форма общения, используется в деловой сфере непосредственно в более больших таких японских компаниях, которые, скажем так, работают по старым еще правилам. Потому что в современном мире в негосударственных компаниях, в коммерческих, в любых компаниях, обычно уже общаются все на футсуке. Ну, то есть это обычная форма разговора. Есть люди, которые общаются на кейго, но это большая редкость. И обычно общаются с клиентами или гостями компании. То есть даже если вы работаете в компании коммерческой, то с гостями или же с клиентами компании вы обязаны разговаривать на кейго. Хотя это не обязательно в некоторых компаниях. То есть все зависит от компании. Так что ж, касается вот кейго. То есть, да, вот, когда вы изучаете японский язык, то есть вам могут предложить, если вам это надо, вы можете позаниматься, соответственно, поднять свой уровень японского языка, то есть изучить новые слова, изучить новую грамматику. Соответственно, вы будете лучше разбираться в этом. Школа может также сотрудничать с разными академиями, с разными, например, там, сэнмонгаку или там, дайгаку, с университетами, которые могут объявлять о наборе в свои классы непосредственно в языковой школе японского языка. Если вы хотите поступить, например, да, там вам предлагают, вы можете прямо там начать подготовку для поступления. Что касается, значит, тех студентов, кто обычно учится в школе японского языка, ну, а это в основной массе своей, конечно же, азиаты, китайцев много, вот. Я расскажу, наверное, на своем примере, вот как я, когда изучал японский язык в школе Саму. Саму находится на Шинокубо, это корейский район, поэтому, естественно, у нас очень много было корейцев. Корейцев, вьетнамцев, из Непала несколько там человек, ну, не очень много. Европейцев было очень много достаточно. То есть тот, как бы, год, когда я поступал, была акция такая бы с большими скидками в эту школу. И из Европы, и из России, там, из Казахстана очень много людей приехало. Даже вот из Средней Азии, это из Узбекистана, из Таджикистана люди приезжали. То есть я каждый год хожу на встречи выпускников, вот они проходят где-то в сентябре. И встречаемся, и очень много, кстати, ну, до сих пор там европейцев учится. В других школах, ну, как бы, тут уже, я не знаю, я там не изучал ничего. Ну, так иногда приходил, когда новые студенты приезжали, значит, с новыми студентами, там, для поступления в школу. То есть мы там проводили небольшие такие, скажем так, экскурсы. Показывал, где школа, там рассказывал, то есть как оно устроено, какая там учеба, что там нужно для этого. И так, и все такое. Что ж касается, значит, того, что нужно с собой для учебы. Да, в принципе, я думаю, тетрадку и ручку, и все. Больше ничего не надо. Все остальное вы купите в Японии. Там учебник, смотря на каком там учебнике они занимаются. Какие-то там дополнительные материалы. Каждая школа, насколько я знаю, она еще помимо вот учебника, помимо тех вот тем, которые идут в учебнике, она дополняет каждый урок из других учебников, из других каких-то изданий, которые вот тоже хорошо подходят для иностранцев. Если вы вдруг решили изначать изучение японского языка у себя дома, то это вполне реально. Это можно сделать без проблем. Как я уже говорил, можете начать с азбуки, изучить какие-то канджи, начать потихонечку изучать там Мина, но не Хонга. Благо сейчас она в интернете и продается, и можно их где-то там даже бесплатно скачать. То есть, ну, тут уже сами смотрите, какие там у вас, значит, возможности есть. Есть еще куча разной литературы по японскому языку, которая очень популярна в школах японского языка. Но это для начала вам совершенно ни к чему. Вот начните сначала с малого, хотя бы с Мина на не Хонга. Это как бы такое легкое для понимания, ну, как бы, школьная литература. Почему люди, вот, почему я бы рекомендовал изучать с Мина на не Хонга? Ну, во-первых, там очень понятно все рассказано с картинками, то есть, очень много визуальной информации. Даже если вы не понимаете, например, то, что вам учитель объясняет там по, значит, по-японски, вы можете посмотреть, там, обратить внимание, там, как это все выглядит на картинке, что, значит, там, вот эта вот, значит, грамматика, или что, в каких случаях используется вот эта грамматика, в каких случаях используется вот эта грамматика. То есть, это все можно понять по, значит, даже по картинкам. Также, что хорошо в этом учебнике, это то, что на него есть очень много, значит, других, скажем так, комментариев на разных языках, в том числе и на русском И когда я изучал, я также купил себе книжку с комментариями на русском языке, где подробно рассказано по каждой теме, по каждому, значит, заданию, что это, какая грамматика, где она используется, в каких случаях И все, 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 все вот так вот подробно рассказано, это очень, очень помогает в изучении японского языка Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам рассказать Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии А также делитесь этим видео с друзьями, я думаю, многим будет полезно Все, с вами был Дэн, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok